Добрый день, коллеги. Спасибо большое за представление. Не первый раз встречаемся на площадке вместе с вами и с Павлом. Я думаю, что кто-то из коллег, кто с ней участвует, наверняка мы уже как-то пересекались в наше легкое время. Еще раз. Отдельное спасибо за то, что в плане B мой ход первый. Видимо, это все-таки Е2 и Е4 в этой истории. Какие-то вещи очевидные, я имею в виду. Постараюсь кратко сегодня до 13.00 рассказать о том, что мы предлагаем. Вообще, пока вы меня представляли, большое спасибо. Я подумал о том, что с удовольствием бы еще провел бы вебинар про то, как заменить иностранный Moodle на российское программное исключение. Ну, это так. К размышлениям. Но сегодня тема немножечко другая. Вообще, я из компании Gepremetode, один из основателей этой компании, и до сих пор умудряюсь с ней работать. И у нас есть, в общем-то, четыре таких предложения основных для рынка, для наших пользователей по тому, как в какой-то степени, потому что это понятно, что неточные копии, да, но в какой-то степени помочь тем, кто испытывает проблемы и потенциальные риски, связанные с использованием недружественного теперь уже программного обеспечения, вот решать те же задачи или близкие к ним с помощью других средств. Вот в данном случае наших решений компании Gepremet. Сегодня небольшие такие рассказы про два продукта. Первое, тут заголовки, понятно, Zoom и Teams. В большей степени то, что я буду рассказывать, прикликается с задачами Teams, а не Zoom. Потому что Zoom – это, в первую очередь, видеоконференц-связь, Teams – это организация деятельности, организация работы. Вот я буду говорить про организацию учебной деятельности только вот с использованием технологии видео, да, и видеосвязи. И второе, наш практически новый продукт абсолютно, в конце прошлого года мы его запустили, облачный такой сервис, называется E-AutoCloud для разработки электронных учебных курсов. Ну, начнем с нашего варианта Teams, да, так скажем. Продукт называется E-класс. Я, к сожалению, вот в Webinar.ru не очень работаю и умею, в смысле, да, поэтому не могу вам посоветовать, как сделать так, чтобы там вся презентация была видна. Ну, я надеюсь, что вы умеете это делать, без меня, поэтому сможете. Какие основные задачи? Чем это принципиально отличается от того, от Zoom, да, в первую очередь, от Teams в некоторой другой степени? Первое – это продукт E-класс, который предназначен для обучения в первую очередь. Да, там есть видеоконференц-связь, но он изначально проектировался для того, чтобы преподавателям, а я тоже, как говорят, с неплохим историческим опытом преподавания, был многим доцентом у нас в Санкт-Петербургском университете, вел там разные эти дисциплины, вот, организовать деятельность, да, образовательную деятельность. Поэтому там есть много всяких вещей и задумок, которые именно на это ориентированы. Я буквально вот там один-два слайда покажу, а потом уже приду, чтобы вы могли посмотреть. Ну, первое – это продукт гибридный, да, он позволяет проводить одно занятие для сразу двух, одновременно двух аудиторий, для дистанционной аудитории, как вы сейчас находитесь дистанционно, и для очной, если бы передо мной сидели в аудитории студенты или школьники, неважно, и часть дома, часть здесь, то вот я бы проводил одно занятие сразу для двух аудиторий, что, наверное, тоже немаловажно. Второе – это мы пытались сделать так, чтобы привычные учебные активности для преподавателей были и там, и какая-то реплика, да, этих активностей, ну, допустим, там, летучки. Ну, ну-ка, давайте достали бумажки, написали ФИО, номер группы, и решите мне вот такую задачку. Я бумажки собираю в аудитории, потом проверяю. Вот эта активность, она тоже в нашем Е-классе, возможно, к примеру, такая, и какие-то другие еще. Второе, вернее, третье, да, это была единая коммуникационная среда. Ведь странно, если вы проводите занятия, и учебники раздаете только на занятии, а потом их собираете, как в Зуме, например, вы показали, расшарили экранчик, показали что-то, и все, да, только записи, если была, вот человек может и воспользоваться, но посидеть, помедитировать, подумать над тем, что было, пристать в нужном режиме и порядке уже не получится. Вот тоже такая проблема, мы ее пытаемся решить. Проактивная, это означает, что и ваши студенты, с которыми вы работаете, тоже могут одновременно, ну, не одновременно, может быть, но тоже могут создавать и проводить учебные мероприятия. В этом смысле функционально вы равноценны внутри нашей системы. Ну, и понятное дело, это аналитика различного рода, кто был, сколько времени провел, насколько он был вовлечен в учебный процесс. Это вот все тоже те тезисы, которые лежали в основе самой платформы. Ну, мы что-то переставим, потом вы посмотрите презентацию, как там гибридное обучение организовывать и так далее, тому подобное, как использовать мобильные устройства. Я сейчас тогда перейду уже непосредственно вот к самому продукту, попытаюсь здесь показать экран. Так, я надеюсь, видно, да? Если не видно, вы там как-то мне маякните, что… Спасибо. Значит, итак, вот внутри системы мой личный кабинет. Я попал в него после авторизации. В моем личном кабинете я могу создавать мероприятие, просто нажимая на кнопочку «плюс», вводя время, мероприятие, название, ну, какие-то там еще данные. Вот у меня они здесь уже какие-то созданные есть. Второе, на что я обращаю внимание. Есть мероприятие, где я ведущий, то есть те, которые я создал. Есть мероприятие, где я просто участник, как слушатель, да, выступаю. Вот это перечень мероприятий. И третье – есть анонсы так называемые. Смысл их в том, ну, видимо, просто у кого-то там коннекшен не очень быстрый, поэтому трансляция экрана – такой тяжелый контент. Вот, анонсы – это такая любопытная штука, она предназначена вот для чего. Если мы с вами вместе участвовали в одном мероприятии, в вебинаре, например, как сегодняшний, то когда вы, например, будете создавать свое мероприятие, система, портал наш, он понимает, что у нас, в принципе, где-то в чем-то пересекаются интересы. И тогда в моей ленте выдачи, вот здесь вот, на экранчике, появятся мероприятия, которые вы создали, ну, если вы разрешили, да, если их решаете, как анонсируемые, то есть потенциально мне интересные. Вот тоже такая схемка. Немножечко эта идея социальных сетей, да, берется. Только вместо дружбы мы тут другое анонсируем контент, который имеет место быть. Ну, дальше пойдемте. Вот мы создали, у меня ведется архив мероприятий, вот он. Это все вебинары, которые я проводил, может быть, кто-то из вас там в них участвовал даже. Архив большой, поэтому много всех мероприятий, и запланированные, да, и старые. Что тут важно? Ну, первое, отчеты по мероприятиям. Вот у меня тут кто-то принимал участие. Видите, тут, значит, количество минут, которые человек провел, какие-то результаты, которые, и комментарии, которые были, какие-то задания, которые они сдавали. Потом покажу, как. То есть в рамках вебинара они могут сдавать, например, летучки. У нас есть специальное мобильное приложение. Вы говорите, дорогие мои студенты, напишите решение такой-то задачки, ах квадрата плюс б, ах плюс с равно нулю, и покажите мне. Они пишут на бумажке, что важно, с помощью ручки и карандаша, щелкают это с помощью мобильного приложения, и оно попадает прямо сюда. И здесь мы с вами можем его увидеть. Ну, чуть попозже покажу, как это выглядит. Вот такая короткая штука, так же, как это происходило бы в классе. Я тут же могу отправить отчет в администрацию учебного заведения, если это важно. Ну, то есть зафиксировать, пофиксить, кто был, кто не был. Написать там какой-то комментарий, выставить оценку. Само мероприятие. Я не знаю, может быть, вебинар РУ заблокирует мою камеру, поэтому, может быть, я не выйду там в эфир. А, вот не забракирую. Ну, спасибо. То есть вы видите, теперь у меня одного в двух вариантах, да, получается так. Что здесь есть? Значит, отличается, да, от вебинара РУ, еще раз подчеркну, значит, мы про обучение. Поэтому первое, я должен видеть более-менее постоянно, что неговорящие головы, как в зуме, потому что если у вас группа там 30 человек, то, согласитесь, особая информация какая-то, да, в целом это не висит, для вас не несет. Вот, ну, и так представляете, что они какие-то живые, где-то существуют. Даже если они там улыбаются, если они только руку поднимают, может быть, увидите, да, мимику, наверное, нет. Вот здесь мы как бы это усекли и сделали каким образом? Вот внизу, сейчас я просто здесь один, поэтому одна аватарка, так вот они бы внизу, да, здесь появлялись, но немножечко это в Тимсе, да, такая идея есть тоже. Но как только я что-то написал в чате или как-то реагировал на то, что происходит, вот в webinar.ru есть там такой пожар мировой, да, который в правом нижнем углу находится, который вы можете там, ну, типа, зажигает мужик, нажать, и я об этом узнаю. Вот здесь, ну, во-первых, как бы больше этих млзек, но суть не в этом, а в том, что активность моя, как слушателя, пишу я что-либо в чате, отвечаю на вопросы в вопросе, или вот эти, рассылаю, значит, лайки, дизлайки, она агрегируется и показывается, я надеюсь, вот видно вокруг моей аватарочки такое глубинкое сияние. Оно со временем затухнет. Ну, для меня, как для преподавателя, который ведет учебный процесс, вот это, и, соответственно, если аватарок много, да, у этих много там, кто реагирует, мне всегда видно, какая часть аудитории вовлечена в мой спич, в мою лекцию, в мое занятие. Я вижу, где пассионарии находятся, активные вовлеченные товарищи, и где галерка, которая смотрит в окно и считает ворон, а не там в хвосте, да, вот у нас, потому что этот список постоянно упорядочивается вот по вовлеченности. Это такая, как бы важная, мне кажется, штука. Вторая, второй момент времени, момент, вернее, нахождения, вот, например, с чего начинается вебинар? Вы меня слышите? Слышите. Поставьте плюсик, да, ну, у вас лента с этими плюсиками. Здесь не так. Если я, если в ленте повторяются реакции, то мы просто их умножаем. Проще, проще, нагляднее, нагляднее. Более того, с помощью этого инструмента проводится голосование, вот здесь вот наверху. У меня всегда есть количество, условно, за, количество воздержавшихся, и там количество еще, там, против, например, да, то есть я могу закинуть вопрос, прочненький вопрос в аудитории, сказать, кто за, кто против подтверждения, сразу вижу результаты. Естественно, есть и вопросы, значит, опросы, да, но сделано оно тоже по-другому. Прямо в чате я пишу этот вопрос, и в чате появляется вот, ну, маленький опросик, я сейчас прямо запустил здесь. Слушатель щелкает, ну, и в виде, там, гистограммочек, да, какие-то распорения происходят. Это все сохраняется в протоколе, и вот в этой ведомости, которую я вам в самом начале показывал, тоже сразу будет видно, кто как отвечал на эти вопросы. То есть вы имеете тоже такой быстрый срез вашего процесса образовательного внутри смешанной аудитории, между прочим. Вот. Ну, дальше больше, вот смотрите. Понятно, мы сюда можем загрузить видео, оно синхронизируется между разными. Это не расшаривание экрана, это именно загрузка видео, то есть вы не грузите канал, и все это как бы качается из одного места, да, там с YouTube, например, или вот в данном случае ролик на порталке там загружен. Оно синхронизировано. Более того, вот у нас есть специальные версии, в публичной этого нет, через вот эти триггеры, опросы вы можете делать так называемое программированное обучение. То есть когда в какой-то момент времени или интерактивное видео, там, как бы инструмент, да, тоже иногда называются, в какой-то момент, там, загрузили, например, объяснение решения задачки, сначала теория, потом практика, да, то есть объяснили, как решать, потом показали на примере. Вот после того, как объяснили теорию, вы можете, в видео самому можете задать вопрос слушателю, а решите теперь ту же самую задачу, только с другими входными данными, там, A равно 2, B равно 3, C равно 4, да, и уравнение того же вида. И проверить решение, то есть они здесь прямо могут написать, и от этого зависит дальнейший сценарий использования этого материала. Я забыл сказать важную вещь для понимания, что вот этот материал, который здесь загружен, это, ну, я сказал, что это не скриншер, да, это не расшаривание экрана, то есть это контент учебный, и он здесь хранится, этот учебный контент, и он доступен слушателям не только во время проведения мероприятия, но и до, и после, если вы разрешили. То есть человек побывал на занятии, не все понял, вернулся к этому контенту не в записи, а вот в том виде, в котором он здесь есть в нейте, в таком состоянии, и пререшал те же самые задачки. Это важно, потому что мы не забираем учебные материалы у слушателей или у студентов после того, как они покинули занятия, да, они не складывают их при выходе. То же самое и здесь, вот эта идея. Много здесь всяких интерактивных сервисов, ну, например, там работа с Google Docs пока тоже еще как бы есть. Недавно узнал, что есть Яндекс.Документы, тоже вот будем, наверное, с ними таким же образом работать, совместная работа. Понятно, здесь есть простая электронная доска, где она тут у меня, вот. Досок может быть много в рамках одного занятия, но я же кому-то что-то показывал, поэтому тут все зачериканно, да, не следите строго. Вот, она такая вот, такая тоже бесконечная, всякая разная, вот, представали. Значит, из важных вещей, про которые я как бы не сказал, да, помните, про домашние задания. Вот человек написал домашние задания, летучка, планерка, летучка, вернее, да, домашние задания, они могут сдавать здесь. Щелкнули, вот мы с вами здесь можем видеть такую фотографию, ну, там как-то вот чирикать, выставлять там оценки, пятерки, двойки. Все тоже здесь возможно. Вот, понятно, расшаривать экран и интеграция с внешними сервисами, ну, например, мы можем с вами здесь взять, и если кто, мы теперь уже не скоро попадем, да, но если кто бывал, помнит, да, эти исторические задания, вот там как раз дальше налево находится форум, первый форум, не компьютерный еще, да, до цифровой эпохи, форум, где проходили обсуждения. Здание время такое, полуразрушенное. Вот, коллеги, такая история с нашим вот этим вебинаром. Ну, мне трудно комментировать технические сложности, да, там, не знаю. С нашим вебинаром, который здесь. Что еще могу сказать? Что интересные вещи, ну, например, в рамках одного мероприятия, да, голов тоже может быть много, это понятно, да, мы можем там хоть 15 голов вывести на экран одновременно говорящих, только этот смысл не очень будет иметь, мы же не кровавым пением занимаемся. Из интересных вещей вы можете одновременно использовать несколько камер с одного устройства или несколько устройств. То есть я могу войти сюда, в этот вебинар, например, с мобильного телефона и показывать изображение с мобильного телефона. Ну, такой стандартный кейс, просто мобильный телефон на штативе перед обычной доской, которая в классе, и показывает то, что есть на доске. То есть вы пишете еще на обычной доске, и вот таким образом. И использование двух экранов тоже поддерживается, примерно так же, как в PowerPoint, когда есть такой режим, да, режим докладчика. Тогда вот, если у вас в аудитории вот эта программа запущена, ну, вебинар вот наш, да, Е-класс, как называется, то второй экран можно использовать для демонстрации вот этих материалов, которые вот внутри контентом являются, но без всяких чатов и прочего, что здесь есть, что мешает восприятию очной аудитории. Вот, коллеги, таким образом, вкратко я рассказал про штуку. Да, еще важная такая штука, конечно же, в отличие от Zoom, здесь более строгие отношения с слушателями, потому что в учебном процессе ссылки разослать недостаточно. Вы должны точно знать, что Вася – это Вася, Петя – это Петя, а не кто-нибудь иной. Поэтому здесь есть пул участников, они там вместе при необходимости с персональными данными, и их можно тоже группировать, потому что если вы проводите занятия в разных классах, к примеру, или в разных группах, то вот эти принципы группировки для назначения мероприятий, они здесь имеют место быть. И последнее на эту тему. Для аудитории в до 30 человек этот сервис бесплатный. То есть любой преподаватель в своих личных целях может использовать эту платформу бесплатно. Вот, ну, в своих личных учебных целях, да. Коллеги, вот, да, с учетом того, что мне еще нужно рассказать про второй продукт, наверное, очень кратко, извините, что может быть быстро слишком, но вот основные тезисы старался до вас донести и с удовольствием отвечу на вопросы, если по этой части они неким образом сформировались в чате. Пока вопросов не вижу. Как заключить договор на пользование площадкой? Если речь, ну, договор на пользование площадкой мы заключаем с организациями. Поэтому, значит, можете брать, ну, на сайте, написать, там есть адреса, либо позвонить мне по телефону, там WhatsApp, Telegram есть, и сейчас я напишу его в чате. Я уже направлю, да, вот это мой телефон, направлю в нужную сторону. Где хранятся записи? Записи в формате MPEG, они получаются сразу по окончании мероприятия, ну, как только закончено мероприятие, сразу запись уже готова для публикации, ссылочка на нее. Значит, два варианта, опять же, от настроек зависит. Либо можно настроить так, что они хранятся на нашем сервере, в данном случае это наш сервер, и ссылка будет на него, да, оттуда можно ее скачать, либо передать там куда-нибудь. Либо записи хранятся на вашем локальном компьютере. Опять же, как настроить? Если компьютер относительно мощный, то есть он позволяет одновременно, ну, что это нагрузка, да, физическая, значит, и там вести трансляцию, работать, и одновременно сохранять на диске этот большой поток достаточно, то можно на компьютере. Качество записи настраивается, там, ну, от 960 на 480 до UHD. Могут ли создать? Хороший вопрос, спасибо большое, я его пустил. Да, могут создавать. Есть, ну, некий аналог, похожесть, вернее, то, что на Zoom называется сессионные комнаты. Здесь это, ну, вот, там, не знаю, где сейчас это. Ну, короче, можно, да. Есть примерно такой, поточная лекция, потом разбиваются на подгруппы, они там сами с тобой общаются, потом возвращаются обратно ко мне в поток, да. Вот такой кейс абсолютно возможен, особо затрат не требует при организации. Могут ли создать команды, как их контролирует преподаватель? Как преподаватель команды контролирует? У него есть доступ, у ведущего есть доступ в любую такую сессионную комнату. У нас аналогия немножко другая, это столы, вот, знаете, когда тренинги идут какие-то, поток, потом, ну, или рассаживаются по столам, свои какие-то задачи не решают, в рамках стола обсуждают, что-то выносит на публичное обсуждение. Вот в каждой этот, к каждому столу имеет доступ, ну, либо модератор, либо там ведущий, либо преподаватель. Если долговременный проект, ну, вот я свой телефон оставил, там, ватсап, телеграм, с удовольствием пообщаюсь на эту тему. Сегодня, только вот сейчас мы заканчиваем, у меня сейчас начинается следующее мероприятие, и вот после трех все, не готов. Да, есть видео, записи, презентации, вот посмотрите, документация, ну, пользователей много, там, к примеру, Московский областной учебный центр, они обучают государственных муниципальных служащих, там тоже несколько десятков человек, тысяч человек в Московской области. Это не Рогачева, это медики, да, у них там система повышения квалификации выстроена на этом. Ряд учебных заведений, института культуры, сейчас уже, ну, дальше уже там писать не буду. То есть это не первый раз, продукт уже несколько лет. Вот. И позволите, если я двинусь дальше, ну, вопросы пишите в чате, по мере буду отвечать. Еще раз подчеркну, что у нас, как бы, несколько продуктов в компании Deeper Method, и наш центральный продукт, основной, это система управления обучением, LMS, ну, то, что иногда называется, в народе, Boodle, да, вот у нас не Boodle, у нас называется Learning Server. Интересный, в общем, продукт. Сейчас много тоже к нему запросов, потому что многие организации купили американские программные средства, там, Talent, LMS, Sneo, Matrix, Canvas, там, и т.д. и т.п. И теперь понятное дело, что лицензия идет. Надо что-то делать, вот мы пытаемся во многих организациях заменить, да, на наше решение. Среди уже давно существующих наших пользователей, это, конечно, вот, среди вузов, там, ключевой, это Уральский федеральный университет, там, десятки тысяч студентов про какое-то обучение на нашей платформе, это Московский федеральный университет, таможенная академия, ну, вот Московский областной учебный университет, ну, много, там, десятки-десятки организаций, но мы речь не про это, потому что для всех них и для нас с вами вторая составляющая любой системы обучения это учебный контент. И в нашу систему можно и грузить там в спорме, и еще какие-то форматы, и можно там создавать, ну, вот мы в конце прошлого года создали такой продукт, ориентированный на не сильно подготовленных разработчиков электронных курсов, то есть там нет скриптов, там нет программирования никакого, но, наверное, решающие многие задачи, связанные с подготовкой учебного контента, сейчас мы это выключим, вот, платформа называется Явтро, Явтро Клауд, ну, есть вторая презентация, кстати говоря, и там тоже, ну, какие-то основные функционалы, про которые буду говорить, рассказывается. Я тоже быстренько пробегусь и ключевые вещи, вот. Сразу скажу, что если вот Е-класс можно было сравнивать там с Тимсом, да, по позиционированию, но только в акценте, в аспекте учебного процесса, то, конечно, еще раз, вот, Явтро Клауд, не следует ожидать от твоего продукта то, что есть там в активейте, в очень навороченном продукте, или то, что есть там в артикулеете, да, это все-таки продукт несколько другого класса и, еще раз подчеркну, для непрофессионалов, да, в первую очередь, но позволяющий решить много разных задач интересных, там, с анимацией и прочее. Видео есть, да, заговоримся, как расшарить их в чате сейчас, просто на скорую руку быстро не получится. Значит, Итак, первая, да, особенность, это продукт облачный, он находится в интернете. В принципе, организации у нас его покупают, устанавливают внутри, то есть имеет этот смысл тогда, когда у вас не один, а несколько или много разработчиков. Одна вот из организаций, для нас ключевая, это конструкторское бюро Малахит, там 220 человек разрабатывают электронные курсы одновременно, да, представляете, что такое, мы, у нас два тренера обучало по программе только 4 часа, эти 220 человек в течение месяца, вот в сентябре прошедшего года. Понятно, как бы, из этого следует основное назначение. Первое, это продукт для разработки одновременно многими разработчиками электронных курсов с технологией определенной. Значит, я авторизуюсь, но тоже пробегусь. Наши серверы все внутри, внутри границ Российской Федерации находят. Это 100%. Я, да, кстати говоря, не сказал, я тоже внутри границ Российской Федерации, но, правда, от меня до ближайших двух стран примерно по 200 километров в каждую сторону. Это, значит, можете по линейке вычтить, 200 километров до Финляндии и 200 километров до Эстонии. Вот, ну, у нас все спокойно. Значит, итак, продукт называется Явтер Клауд. Значит, что важно для нас с вами в этом продукте. Первое, что мы здесь создаем? Мы здесь создаем сначала проекты. Проект – это один или несколько потенциальных курсов, которые мы создаем, либо учебных объектов. и объединяет проект, ну, возьмем вот какой-то там демонстрационный проект, объединяет проект несколько вещей. Первое – это проектная команда. Это может быть один человек, а может быть несколько. Вот, грузится. Бывает такое, что трафик уходит, да, какой-то вебинар. Вот, значит, вот проектная команда. То есть, да, и там могут быть распределённые роли, могут быть не распределённые, это уже, как бы, на ваше усмотрение. Второе – в рамках проекта создаётся, как я уже говорил, один или несколько курсов, или лекций, или тем. В общем, объём вот этой сущности, которая создаётся, это уже на ваше усмотрение. Значит, ну, вот у нас, например, да, выполняются они в форме, форм-факторе лонг-рида, такой длинной картянки. Есть ещё вторая, второй форм-фактор, я чуть покажу, он поинтереснее, но в основном для корпоративного обучения такие интерактивные карты строятся. Любопытно, значит, будет посмотреть. Потом, отвечая на вопрос, нужна ли загрузка специального ПО для пользователя? Нет, не нужна. Только браузер. Значит, итак, вот у нас проект, в нём есть лонг-рида, который я создаю, есть контрольные измерительные материалы, тесты, которые я здесь создаю, есть элементы, элементы то, из чего компонуется лонг-рид. Это могут быть там тексты, могут быть изображения, ну, сейчас мы всё это увидим, или какие-то интерактивные, какие-то схемы и прочее. Ну, и команда, которая этот проект реализует. Вот всё это пространство тестов, элементов, лонг-ридов, оно доступно всей команде, но за каждый элемент здесь отвечает человек, то есть я знаю, кто что создавал. Более того, если мы посмотрим вот сюда, у нас ещё есть немного времени, в список проектов, то мы можем взять какое-то их количество, то есть я как участник могу в нескольких разных проектах участвовать, да, значит, там, ещё такое, и построить отчёт по проектам, то есть увидеть, то есть увидеть, медленный трафик, видимо, зажирает, ну, сейчас увидим, увидеть, как по каждому из этих проектов, вот, которые мы взяли, да, какие объекты создаются, вот мы сейчас посмотрим лекцию номер два, там, тема 3D визуализация, ну, в виде диаграммы Ганта, то есть мы можем, как издательство, запланировать работы, назначить тех, кто отвечает за какие-то элементы, компоненты этого дела, и контролировать выполнение, потому что здесь есть процесс публикации, вот такая тоже штука интересная для командной разработки. Значит, итак, берём наш проект, смотрим, что на выходе, посмотрим, как это внешне может выглядеть, значит, посмотрим, смотреть, вот, смотреть. Не придерживаясь строго к содержанию самого, да, ну, наверное, что будет понятно. Сейчас я смотрю на наш лонг-рид, он такой вот, какой-то адаптивный весь, тут какие-то поисковые инструменты есть, там, локализация, про которую я чуть-чуть на разные языки чуть похоже скажу. Значит, что тут есть, и какие-то интересные, значит, слева содержание нашего, вот этого, лонг-рида, да, значит, когда я по нему двигаюсь, слева, тоже, обратите внимание, да, показывается, в каком разделчике я нахожусь. Понятно, что здесь есть какие-то, там, тексты, таблицы, это все традиционно. Кстати говоря, здесь есть редактор формул, масс-эмэл можно сюда закачивать, и прямо здесь формулы писать, именно как формулы, не как рисуночки, да, математические. То есть, редактор математических формул здесь есть для тех, кто в точной науке, это важно. Ну, вот, смотрите, еще, например, здесь есть штуки такие, которые позволяют мне сделать анимацию. Ну, это пример технический, это конкретный пример. Значит, мне нужно оживить схему, показать принципы действия. Ну, тут какие-то включения, выключения, значит, по-моему, то ли пневматическая, то ли гидравлическая какая-то схема. Вот, то, что вы сейчас видите, это все сделано прямо в этом редакторе. У меня мало времени, не успею просто вам, как оно делается. Значит, загружается либо SVG, либо прямо здесь рисуется. То есть, если у вас есть автокад, или какая-нибудь другая система, которая SVG получает, это векторный формат, его можно сюда загрузить, и дальше приделать здесь анимацию. Ну, если нет, тогда можно делать и здесь, просто, может быть, это менее удобно, не то, к чему вы привыкли. Фазы работы с этой схемой, вот здесь вот они показываются, и мы можем с вами там каждую фазу выбрать, да, вот смотреть, как все это происходит, как там увеличить, уменьшить, перейти на следующий шаг, значит, вот, выравнивание давления. У нас вот выравнивание давления, нам показывают такие переключатели, заглушки, там, или что-то еще нужно включить, выключить, чтобы это все работало. Не обязательно такая анимация, там, другая, возможно, ну, вот, конкретный пример. Что-то еще интересного есть. Доберемся, вот, например, ну, вот, например, интерактивное видео. Трафик медленный, поэтому, да, смысл в чем? Не дает мне, дает мне, действительно, загрузить. Вот. Значит, для видео я могу добавить титры. титры, вы видите, да, что справа титры, ну, и здесь вот в основном окошечки это одно и то же, и при этом титры справа, они имеют функцию оглавления. Я могу там к нему, допустим, показывать какой-то процесс, лабораторную работу, и вот так же как методически по шагам, шаг один, шаг два, шаг три, делая раз, два, три и получаем результат. Вот, можем с вами таким образом двигаться, да, это не обязательно линейное, линейное такое видео. Ну, можем не двигаться, можем просто просматривать. Тоже прямо здесь делается. Ну, вот такие разного рода вещи, как вот эти дракон-дропы, контрольные вопросы, вот тоже такие вещи, как такие вот, да, а-ля пазлы, собираются, ну, и какие-то другие. В том числе, вы можете подъезжать сюда внешние объекты, например, скором объекта, они сюда будут передавать, ну, если вы сделаете, например, лабораторную работу, можете ее использовать, ну, если это позволяет технологический браузер, не экзешник, а HTML какой-то, сюда ее загрузить, например, вот этот вот объект, это там какой-то ремонт Международной космической станции. Технология трехмерная не наша, это технология компании московской, даже сейчас точно не знаю, ну, в Москве находится точно, картона 3D, значит, здесь, ну, открытие шлюзового отсека или что-то там такое, значит, показывается, значит, вот этот объект, как упражнение выполняется оператором, в данном случае там, да, над нами, вот его результаты могут передаваться сюда внутрь этого учебного курса, как СО, учебный объект передает результаты внутри лунгрида, лунгрида уже там его как-то там дальше обрабатывает. Ну, вот там пример, как выглядит формула. Вот, коллеги, такие задачи, такие маленькие, да, и еще маленький такой нюанс тоже, вот этот курс, который здесь создается, несколько еще, есть там несколько минут, первое, это, он предназначен в том числе и для аудитории, это не обязательно только дистанционный курс, смысл, поле у него в аудитории такое, что у меня, когда я его использую в классе, ну, у меня есть проектор, экран, да, где там контент показывается какой-то, то для меня, когда и преподавателя, есть вот эти вот вкладочки, где показан только иллюстративный материал, потому что, ну, все остальное, считать экраном, как бы нонсенс, преподаватель все это рассказывает словами, а вот показывать ему, да, да, вместо того, чтобы скролить здесь, да, каким-то образом еще, может быть, это неудобно, рисунок маленький, вот, слева нажимается на вкладочки, где вот весь иллюстративный ряд, вот, наше видео, что-то еще, это все можно показать на большом экране, без всяких текстовых исключений, ну, и уже устно там комментировать, такая вещь. И еще одна важная составляющая, про которую, отвечу чуть-чуть похоже на вопрос, сейчас, значит, поговорю, значит, важная задача это локализация на национальные языки, на европейские языки, ну, и теперь локализация, конечно же, и на китайский язык, тоже, наверное, будет для нас с вами важна, поэтому, есть специальные функции, вот, по локализации, которые позволяют экспортировать все текстовые материалы, которые есть, и тексты, тексты вот этих информационных блоков, которые создавали интерактивных, гармошек, в том числе, титры все для, для видео, да, подрисуночные подписи, все это в отдельный файл, в специальном формате, перевести это, ну, это в табличном виде, там, в Excel, например, вы можете загрузить, в соседней колоночке написать перевод соответствующих абзацев и фраз, и загрузить туда, потом обратно. То есть, вам не нужно создавать два разных курса, вы создаете один, и при этом у пользователя, у слушателей, которые будут знакомиться с этим курсом, либо в зависимости от локали, либо прямо интерактивно на экране, курс может быть выведен, показывает как в русском языке, так и английском, либо одновременно два языка, синхронно, то есть, экран делится круглая пополам, вы смотрите и то, и другое одновременно. Вот, тоже такие средства малой механизации, может, у нас ряд заказчиков, они курсы делают многоязычными, вот эти 220 человек, про которые я говорил, там курсы многоязычные, русско-английские, и вот специальная технология, которая позволяет минимизировать организационные проблемы при переводе. вот такая история, наверное, на словах все, теперь как бы вопросы-ответы, да, есть ли ограничения для мобильных пользователей, ну, это, видимо, по поводу предыдущего E-класса, внешний, то есть, E-класс, в E-классе можно использовать смартфон для преподавателей, для слушателей, для преподавателей просто неудобно, ну, потому что там маленький, да, экранчик, для слушателей можно, интерфейс адаптивный, он будет, он изменится, ну, несколько вкладочек появится, то есть, не все одновременно будем видеть на экране, отдельная вкладочка для материалов учебных, отдельная вкладочка для говорящих голов, там, для чата, и все-то еще какие-то вкладочки, вот, соответственно, ну, потому что форм-фактор экранчик маленький, соответственно, адаптивно, то есть, Принять участие в вебинаре вы сможете, ну, не так комфортно, как это делать с помощью нормального экрана. Ну, про планшеты тоже аналогично. Вопрос, видимо, уже по E-автору. Какие инструменты управления классом группу студентов? Ну, это, видимо, тоже про E-класс, да, потому что там, не очень понимаю, что такое инструмент управления. Я могу вызвать студента к доске, да, могу дать ему возможность что-то нарисовать, сказать, вообще делегировать ему свои собственные полномочия, точно такие же. То есть это не обязательно ввещание в одну сторону. Можно несколько студентов вызвать и несколько говорящих голов. Ну, кто-то один, правда, будет ведущий в этот момент времени, ну, иначе у нас в канале «Гуляй поле» получается, или «Гуляй доска», да, такая электронная. Вот, но, тем не менее, да, они, вы можете передать или делегировать полномочия любому из участников, такие же, как у ведущего, ну, кроме как удаление ведущего. То есть еще и преподаватель в этом из класса совсем красиво получится. А, да, значит, второй продукт, 3-класс. «Геавтор» – это не система управления обучением, это система, которая позволяет создать учебные курсы. Учебные курсы можно вот создать, как я сказал, экспортировать, например, в скором, потом установить систему управления обучением. Или опубликовать его здесь прямо на портале и дать ссылочку на этот учебный курс. Если вы там используете Тинкан, к примеру, то тогда слушатели зайдут в этот учебный материал, поработают с ним и отправят учебные результаты в ЛРС-хранилище. Но какого-либо управления именно пулом, контингентом, да, здесь нет, потому что это функции ЛМС-системы, системы управления обучением. Еще раз подчеркну, этот курс можно экспортировать, к примеру, типовая ситуация в SCORM, и этот SCORM уже дальше загрузить в систему управления обучением. И там уже появятся студенты. По поводу экспортирования результатов, коллеги, еще вопросы, может быть, какие-то, или что-то я невнятно произнес. Презентации есть, вы можете их скачать, там поподробнее, чем я рассказывал, ну, нагляднее, вернее, да, может быть, скажем так. Да, значит, пользование платформой вот этой E-Autor Cloud на течение для индивидуальных пользователей бесплатно, где там можно зарегистрироваться, включить доступ. Значит, заглядывайте и к нам на вебинары, у нас есть такой e-class.elern.ru домен, где анонс на вебинары наши все. Подробно, кстати говоря, об этом продукте, это последний, я буду рассказывать на следующей неделе. Если вам любопытно, ну, приходите с удовольствием на нашей же платформе на E-классе, да, на E-классе Pro и E-Autor. Вот, буду рад вас увидеть там. Либо пишите вот по WhatsApp и Telegram, я надеюсь, организаторы не будут против, если я напишу здесь свой адрес электронной почты. Так же, да. Это я. Хорошо. Тогда останавливаю демонстрацию, перейдем к какому-нибудь там последнему слайду. Уже много что. Сейчас из-за того, что я показывал. Вот, это я. Ну, и с другой причин. Что ж, коллеги, тогда вам большое спасибо за внимание. Буду рада пообщаться. Здесь есть мой адрес электронной почты. И даже QR-код вот на доступ к E-классу. Всем доброго завершения следующей недели. Хороших выходных, весеннего настроения, богатырского здоровья, ну, и крепких нервов. Коллеги, всего хорошего. Организаторам отдельный привет и спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok